13.05 в Кирове на 101FM программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сегодня Алексей Обжирин, руководитель клуба маркетологов Кировской области, предприниматель, наш постоянный эксперт. Алексей, добрый день. Добрый день. Я сразу приношу извинения. Периодически мы с Алексеем оба будем хлюпать носами сегодня в эфире, потому что эпидемия нас не обошла стороной. Так, ну что, Алексей, я сейчас посмотрю на сайте эхокирова.ру, есть ли к вам вопросы у наших зрителей и слушателей. Вопросов нет, но вопросы есть у меня. Я напомню, что наших спикеров можно спрашивать на сайте Эхо Кирова в разделе «Анонсы», задавать вопросы. Мы в начале эфира обычно как раз адресуем ваши вопросы нашим гостям. Ну ладно, давайте тогда поговорим о том, что произошло в Кирове. Вот на минувших выходных по приглашению движения «Красивый Киров» к нам приезжали два гостя. Это Алексей Радченко, экс-руководитель отдела навигации департамента транспорта города Москвы, и Аркадий Гершман. Он автор блога о городском пространстве, о том, как сделать город более удобным для людей. И вот Аркадий Гершман как раз написал по итогам поездки в Киров блог, и я процитирую. А в Кирове это круто, вот оказывается, да? Только город нужно в Вятку переименовать обратно, потому что называться в честь номенклатурной элиты тетеритарного прошлого в современном мире не стоит. А во-вторых, как ты корабль назовешь, так он и поплывет. Ехать в Киров, если честно, не хочется, ибо возникают нехорошие ассоциации с совком и безличностью. Вот, Алексей, у вас такие же ассоциации возникают с названием Киров? Да, Киров действительно, если мы абстрагируемся немножко и подумаем о потенциальном туристе, которому попадется на глаза имя Киров, имя нашего города, то действительно в этом имени возникает ассоциация промышленного города, в котором нечего посмотреть, скорее всего так. Если он ничего не знает о нашем городе, то название ничего не скажет, конечно. Нас надо бросать в советскую эпоху. Это так и есть. И многие ведь люди, которые, например, я был недавно в сентябре на Всероссийском форуме по бронированию городов, меня все в один голос спрашивают, почему Киров называется, почему Неветка? Все спрашивают в один голос. Я говорю, ну вот пока так, ждем решения народа или властей, как-то совместного решения, чтобы спросить людей все-таки, да, большинство за Киров и Елизаветку. Ну, слушайте, Алексей, мне кажется, что для этого придется проводить референдум, потому что этот спор называться Кировым или называться Вяткой, он вечен. Референдум – это отличное решение. Единственное, что надо понять, вот я как маркетолог все время внутри народа нахожусь и слушаю, что люди говорят. Вагонные разговоры, скажем так, да. Один раз ехал в поезде и слышал действительно разговор попутчиков по купе. Их смущают только два основных момента. Им кажется людям, что надо будет менять документы, и им кажется, что это будет стоить много денег из бюджета. Насколько я знаю, ни того, ни другого делать не придется. Ни документы менять не нужно, ни денег бюджетных тут на это тоже выделять не нужно. Поэтому, если проводить референдум, то, ну, теоретически представить себе, нужно задавать правильный вопрос. То есть, если мы просто спросим Закирову или Елизаветку, то соотношение будет одно. Если мы спросим людей немножко по-другому, допустим, Закиров или Елизаветку, при условии, если не надо будет менять документы и не будет ни потрачено рубля, соотношение, конечно, будет резко другое. То есть, те люди, которые Закиров, они разделятся пополам, как минимум, и часть перейдет в Елизаветку, потому что самые главные два возражения будут сняты. То есть, вы считаете, что главные возражения именно в этом? Они не идеологические, не исторические? Это точно. Остальные возражения будут меркнуть, как только эти два, допустим, будут сняты. Остальные возражения будут меркнуть, потому что там позиция по Кирову, она не очень сильная, скажем так. Во-первых, название нам дали это насильно сверху. То есть, представьте себе, если бы человека, любого нашего ребенка, например, да, не дай Бог, кто-то взял другой человек и взял, переименовал, сказал, что ты вот назывался там, например, я не знаю, Василий, да, а завтра ты будешь называться там Иван. Вот, это такое решение. Но это насильно будет решение, это против воли человека будет. То же самое и город, это тоже люди, мы тут все живем, и это решение было, конечно, принято без учета мнения горожан. Это было просто сверху спущено в директивном порядке. Но надо признать, что такие решения ведь отменены давно уже в России, например, Ленинград, Санкт-Петербург, Свердловск, Екатеринбург, например, Горький, Нижний Новгород. Это прекрасное название у городов, и в которые хочется, правда, ехать. Санкт-Петербург, Нижний Новгород, это вызывает действительно, ну, Екатеринбург, это красивое название, туда хочется сесть и посмотреть. А имена светских лидеров... А Свердловск не хочется? Свердловск не хочется. Это сразу, вот, сразу ссоциация с промышленным городом, трубы, дымящие трубы и так далее. Сразу. Почему? Потому что это век индустриализации был. Я сам вырос и родился в советское время, и мне оно нравится, там много было хорошего. То есть не надо прямо так все выплескивать, там, забор, там, и так далее. Но при этом надо признать, что отдавать дань людям, которые совершили, в том числе, и преступления против людей, да, то есть против большого числа людей, сохранять им там памятники, это, конечно... Люди удивляются, почему памятник к культуре у нас стоит. Это же террорист, конкретно, то есть это же в Википедии написано. Это же террорист, покушение на первое лицо государства, там, не давшийся, да, погибло 11 солдат, там, и так далее. На темне памятники стоят. Просто их, допустим, снос, он повлечет какое-то, ну, народное недовольство. Почему? Потому что часть людей действительно крепко в советском прошлом еще, они, их надо уважать обязательно, их менее учитывать. А часть людей просто не любит каких-либо перемет. Но наша жизнь, она, бизнес, ее жизни нельзя без перемет. То есть ты, с одной стороны, должен какие-то свои устои, корни сохранять, с другой стороны, адаптироваться или, там, исправлять ошибки прошлых. Алексей, а если подходить к переименованию города, с точки зрения маркетинга, брендинга, есть ли в переименовании определенный, там, нематериальный капитал, и если да, то в чем? Нематериальный капитал, конечно же, есть. Во-первых, это очень мощный энергетический толчок для жителей города и для тех людей, которые к городу хотят присмотреться. То есть это резко меняет ситуацию. То есть одно дело Киров, восприятие сразу советское идет, действительно, заводы-пароходы. Другое дело это Вятка. То есть это, конечно, уже красивое название Вятка по названию реки. У нас и Москва названа по названию реки, и даже город Барнаул, по реке Барнаулка назван и так далее. То есть как бы это нормально, абсолютно ситуация. Название красивое, историческое, правильно, родное. Поэтому, конечно, если внутренний туризм нам интересен, то в Вятка, я считаю, будет легче людей приглашать, чем в Киров. Но вот переименуют нас завтра, да? Что произойдет с точки зрения бренда города? Что поменяется? Поменяется даже дух людей, понимаете? Мы сейчас немножко жалуемся на жизнь. У нас очень достаточно немало отток идет людей. Из Кировской области. Люди уезжают, потому что они видят здесь какой-то движухи, какой-то перспективы и так далее. То есть мы здесь топчемся сейчас на месте. И, конечно, сама энергетика тоже важна. То есть дух. Даже вот единственное, я привожу, люблю приводить этот пример, когда домковский промысел возобновили в 42-м году во время войны. Ведь это был абсолютно иррациональный шаг. Ведь людям было есть нечего. Зачем это надо было делать? Для понятия дух огражал. И действительно дух этот поднимался. То есть да, война идет, но мы тем не менее не уйдываем. Мы эти игрушки производим, дарим людям радость. Так и здесь. Это очень важный момент. Энергетика, человеческая атмосфера. То есть это очень важно. Конечно, если бы это переименование состоялось, то уверят большинство людей, большинство людей, ну, с новыми силами, просто бы делали свое дело там еще лучше. И, может быть, кто-то даже принял бы решение остаться или переехать сюда. Такие случаи уже известны. Если вам известны, то расскажите. Я сейчас точно не скажу источник, но одна московская семья точно переехала сюда. У них был там даже блок какой-то. В ЖЖ я читал, это пару лет назад было. И они писали о том, что здесь гораздо лучше. По ряду параметров нет пробок, нет суеты. Здесь спокойно и хорошо. Они вернулись в Киров? Да, они вернулись в Киров. И они переехали. Да, они вернулись в Киров. То есть они там работали. И сейчас ведь по многим профессиям можно работать удаленно. Поэтому источник дохода они не потеряли. Денег здесь в разы дешевле. Продукция здесь гораздо пищевка лучше. Это становится с вами непонаслышкой. Здесь меньше химии в любом случае, чтобы кто-то не говорил. И, конечно, может, это не самое экологически чистое место в России, но здесь однозначно неплохое место. Особенно за городом. Я уже думаю, вы это лучше знаете. Так, ну подождите, Алексей. Вот смотрите. Допустим, да? Завтра наш город переименует в Вятку. Какие еще... Ну, какие должны за переименованием последовать шаги, по вашему мнению? Я сейчас спрашиваю с точки зрения маркетинга. Ну, конечно, нужно... Любому городу нужно иметь лицо и нужно иметь четкий ответ на вопрос, почему лучше у нас жить, почему лучше к нам приезжать отдыхать, почему лучше к нам инвестировать деньги. То есть ответы на эти вопросы, конечно, должны быть. Это область стратегического маркетинга. Но, к сожалению, многие города пытаются это сделать либо так в обсуждениях, либо на базе институтских каких-то исследований. И это дело заглыхает. Либо заканчивается провалом. Работа делается должна быть серьезно. И, скорее всего, даже не специалистами Кировской области. Я так думаю, что тяжело будет нам самим это сделать. Хотя специалисты Кировской области... Ну, то есть тяжело нам самим для себя ответить на вопрос, почему к нам надо приезжать и почему в нас надо инвестировать. Чтобы этот вопрос устроил всех, в первую очередь жителей города и потенциальных привлекательных... потенциальных жителей, потенциальных туристов, потенциальных инвесторов. Это очень серьезная, громоздкая работа, которую надо делать специалистам высокого уровня. Таких специалистов в Кирове сейчас нет. Хотя кировские люди должны быть, эксперты, тоже вовлечены в этот процесс. Это нормально. Ну, хорошо, допустим, ответить для себя на эти два вопроса дальше что? Дальше нужно эту программу, стратегию, которая будет разработана, ее принимать и разрабатывать, реализовывать уже по этапам, по шагам. Стратегию чего? Стратегию продвижения бренда? Почему? Развитие самого города. Продвижение бренда, это как, скажем, следствие идет. То есть не бренд же ради бренда делается. Просто бренд помогает людям принять лучшие решения. То есть город без бренда и город с брендом – это две разные ситуации. Если город без бренда, ему тяжелее себя продвигать на всех уровнях. Как-то для туристов, для жителей, для инвесторов. Город с брендом – это делать легче. Особенно, если есть внятный вопрос. Если бренд заканчивается не логотипом, а конкретно ответом вопросом, почему лучше у нас, почему лучше к нам? Хорошо, вот вы были в сентябре в Урюпинске. Да. Вы помнили, почему лучше в Урюпинске? Столица российской провинции. Они первый шаг очень смело сделали. Козячий город, да, не побоялись. Они признали себя провинцией. Вот даже общаясь в Кирове, многие люди считают, ну, как-то, что это как бы, ну, как по-русски, стрёмно, давайте прямо скажем, да, что это как-то, ну, город там маленький, отсталый. То есть жить в Кирове стрёмно? Ну, не то, что в Кирове, ну, как бы так их это не привлекает. А я говорю всегда, зачем нам стесняться? Ну, вот он такой Киров, но он свой, родной, понимаете? То есть, как одежда у человека, она же может быть и недорогая эта одежда. Главное, чтобы ты был чистый опрятен, чтобы стрелочки на брюках и так далее. Ведь тебя никто никогда не осудит, что у тебя там одежда, там, не знаю, брюки, там, пошивы кировской фабрики, например. Но если ты будешь чистый опрятен, тебя никогда никто не осудит. Поэтому в этом дело не надо отказываться от того, что есть на самом деле. Улюпинск не побоялся, назвал себя столицей российской провинции, и он очень хорошо себя продвигает, очень хорошо. Это медленный процесс, это уже 12 лет происходит, но ребята молодцы. Город очень живой, мне очень там понравилось, 36 тысяч человек. У них там ТОСы, знаете, что делают, там вообще там 500 ТОСов. У них один двор лучше другого. Это люди делают всё сами для себя. Вот вы спрашиваете, что произойдёт? А дух меняется, люди, понимаете? То есть люди начинают сплачиваться. То есть вы считаете, что там начались изменения после того, как Улюпинск признал себя столицей российской провинции и начал работать над собственным брендом и самосознанием? Конечно, они перестали спорить, как правильно, как надо, как не надо. У них есть общая объединяющая цель, и они идут вперёд. Они энергию складывают, они тратят друг на друга. У нас часто бывает так, что мы спорим, энергию тратим друг на друга, вперёд не движемся при этом. А если энергию складывать, даже имея разные мнения при этом, то в любом случае пойдёт поступательное движение вперёд. Улюпинск гораздо меньше нашего города в 10 раз по численности. Но он уже нас обогнал очень сильно в этом плане. То есть он идёт вперёд уже семидными шагами, нам не то чтобы трудно, но мы даже ещё к начальному этапу не подбирались, по сути говоря. И даже когда Дымковские дома наши критикуют, они правильно говорят, что нет стратегии. Но тут просто пришлось выбирать, либо мы действуем, либо мы ждём стратегии, которая может никогда не появиться. Потому что это вопрос очень сложный, потому что людей в городе живёт много. И чтобы все остались довольны, это очень сложный процесс. Хорошо, а кто должен, по вашему мнению, инициировать создание вот этой стратегии развития города, области? Два варианта. Либо власть, либо снизу инициатива, которая, кстати говоря, при наших губернаторах хорошо поддерживается. Он неоднократно на всех совещаниях по любому вопросу говорит, пусть общественная организация какая-либо выдвинет инициативу, я буду встречаться, обсуждать и так далее. Это, кстати, очень хороший открытый приём. Поэтому в том числе и переименование Вяткина, например, Киров, если общественная организация какая-либо... Слушайте, ну сколько уже таких инициатив было? Затухают, надо настойчивость иметь, потому что дома в дымку красить тоже тяжело, но надо просто делать и всё, не отступать. Это как ходить в спортивный зал, то есть походил три месяца и бросил один эффект, походил год и не бросил другой эффект. Вот тут надо просто хочу-не хочу делать, могу-не могу делать, не хватает времени, еду и делаю. Тихонько надо делать. У людей энергия заканчивается тяжело, это же общественная работа, то есть она же между заработком и семьёй обычно происходит. Это как бы не так просто, поэтому надо тут как-то всё равно объединяться. Я думаю, что если люди есть, если есть инициатива, кто-то нас слушает, может быть, то я готов помогать по всем фронтам. То есть как бы энергии каким-то, опять же, надо коммуникации правильно строить, надо с людьми правильно общаться, нужно всё объяснять и так далее. Алексей, ну а вы вот как профессионал всех видов коммуникации, не покривлю душой, если так скажу, вы не хотите на себя взять эту инициативу? Ну, пока, пока, проекты просто не бросишь другие, которые сейчас ведутся, да, тут тоже дымские, но готов активно помогать в качестве консультанта, эксперта, на общественное отвечало. Ну, взять на себя это время и желание есть. Пока уже просто желание-то может и есть, просто нет возможности. Так, ну хорошо. Вот, допустим, вы говорите про стратегию, которая нужна. Как это использовать для привлечения инвесторов? Стратегия? Ну вот, в экономике, да? В экономике. Если не историю про то, что у нас всех изменится самосознание, что мы по-другому будем себя чувствовать, смотреть на вещи, вести и так далее, применительно к экономике. Это технология, абсолютно. То есть, сначала делается стратегический анализ, потом разрабатывается стратегия. Получаем ответ на главный вопрос, я просто говорю простыми вещами. Получаем ответ на главный вопрос, почему лучше инвестировать в Кировскую область. То есть, все равно у нас наверняка есть какой-то ряд преимуществ. Далее, надо определить, по каким каналам коммуникации лучше выходить, чтобы инвесторы узнали об этой информации. Соответственно, коммуникация тоже должна быть простая и понятная. Я не покрылю душой и скажу, что, допустим, есть у нас там презентационный ролик Кировской области, он очень перегружен информацией. То есть, его смотреть, там, на 30 секунде начинаешь засыпать, он построен неправильно. Может, на меня сейчас кто-то обидится после этих слов, но тем не менее… Ну, я даже знаю, кто. Тем не менее, это так. Но, известно, как делать-то надо. То есть, надо просто правильно все грамотно сделать. И поэтому в нужном месте, в нужное время показывать эту информацию потенциальным инвесторам, и все, и договариваться, переговоры, разговоры. Но это обычная классическая схема, что в бизнесе, что в жизни. Эти шаги известны. Тут не нужен как раз креатив, тут нужен ассистентный подход. При этом, здесь такой нюанс, стратегии очень любят писать большие количества листов бумаги. Это тоже главный враг, потому что в итоге все это в стол уходит. Вот поэтому тут нужна золотая середина какая-то, да, то есть разумный подход. Не писать шкафы бумаг, что потом у нас в столе оказалось, а просто по сути работать. То есть, да, что-то надо, документы какие-то будут принимать промежуточно, и потом итоговый документ. Но должны быть краткие, понятные населению документы. Потому что иногда даже специалисты не могут разобраться в том лицу слов, которые там написаны, умных слов там и так далее. Надо проще, проще, но по сути, отходя от темы. Ну хорошо, вот если вернуться к прошедшей лекции по организации городского пространства, вот два гостя из Москвы, которые к нам приезжали, сказали, что... Сейчас я тоже прямо поцитирую. Так. С учетом того, что заграничный туризм заменяется сейчас внутренним, Киров вполне может перетянуть к себе поток людей, продавая двухдневные туры. Вот насколько я понимаю, это очень перекликается с вашей идеей, с идеей клуба маркетологов по упаковке туров в районы. Вот вы занимаетесь сейчас этой упаковкой туров, или вы эту идею, ну так скажем, сформулировали и кому-то передали? У нас почти на 90% готов уже материал. Мы сделали, подготовили совместную презентацию на примере советского района, у которого и так нормально все с туристами более-менее, но там очень большой потенциал. Мы каждый год включаем день рождения клуба необычным образом, и в этом году мы решили съездить в Советск как самостоятельный тур. Мы его сами организовали, съездили заранее, выбрали точки посещения, составили маршрут. В общем, нам очень понравилось. Что мы заметили? Мы провели вот такой анализ в виде такой поездки. Мы заметили, что там, во-первых, можно сделать несколько туров, потому что там очень много интересных мест, о которых Советск просто не говорит. Например, есть дом ветеранов, архитектор которого неизвестен, красивейшее здание, таких Киров еще поискать. Например, каланча пожарная, на которую в принципе нельзя забираться, нам дали это разрешение, она построена Чарушиным. Это очень интересные моменты и правда здорово. с высоты пищи полета посмотреть на Советск, особенно зимой. Во-вторых, эти туры, они круглогодичные. То есть некоторые туры разрабатываются только для летнего периода. Это плохо. То есть надо, чтобы были круглогодичные. То есть поэтому мы составили карту маршрутов. Их мы сделали четыре, там их на самом деле можно сделать больше. Это позволит этим турагентствам не конкурировать между собой в какой-то смысле и так далее. И мы подготовили презентацию и хотели бы собрать встречу большую с привлечением СМИ, с привлечением Министерства по развитию туризма, с привлечением глав районов, на примере светской показательной пример, всех заинтересованных лиц. Эта презентация практически готова. Сейчас обсуждается дата, возможно, это произойдет в феврале. Мы это все очень широко осветим. И как в свое время мы презентовали проект по Дымке, по Покуповятске, также точно мы хотим сделать именно по туру выходного дня в один из районов области. То есть у нас и так уже идут шаги правильные в этом направлении. Сделано, мы с вами уже не будем повторяться. Они есть, но мы пошли еще немножко дальше. То есть мы применили принцип Дымковского подхода, но у них же есть Кукарская кружева. То есть мы это очень интересно все сделали. То есть работали три месяца мы на презентации, группа людей, у нас собиралась рабочая группа. Сейчас мы на финишной стадии. Просто декабрь, январь немножко выбивает, искали. И поэтому такую паузу взяли и в феврале хотим вообще что-то презентовать. Конечно, я пока считаю, что тур выходного дня в район это больше для кировчан. Но это тоже хорошо. Нам куда ехать-то больше-то? То есть далековато, дорого уже стало ехать и так далее. А тут, пожалуйста, столько районов, там красота неописуема. То есть и все районы разные. То есть там нет, у нас одинаковых районов нет. Они все очень интересны. Вот. И может быть, да, туры, которые люди будут приезжать в Киров, они, может быть, захотят в эти районы съездить. Я знаю, что один из участников форума Урипинского, да, всероссийского, по брендированию городов, он продвигает такой проект «В глубинку» называется. То есть он людей возит в глубинку. Так что, может быть, мы его когда-нибудь попросим что-то. Он группы маленькой собирает из Москвы, это москвичи. Они идут очень далеко и там. Но у них такой свой, правда, подход. Им надо без условий пожить, там именно проникнуться вот именно в такой. Ну да, это что-то типа экотуризма и дауншифтинга. Да, что-то такое. Ну, люди в восторге. Вот я просто читаю в фейсбуке, как они возвращаются, собираются, здорово. Мне не нравится. Но я думаю, что интересный такой подход. Ну, хорошо. То есть вы на примере советского района, ну, условно, прописали несколько туров, и вы что, вы формулируете общий подход, да? Да, мы говорим, что надо сделать, чтобы этот тур был рабочий, чтобы это был продукт, чтобы люди активно туда ездили, причем платили за это деньги. Не дотации из бюджета, а именно платили за это деньги. А, с одной стороны, должны быть эти деньги по карману семье, потому что, скорее всего, семейный будет отдых. Причем с акцентом... Ну, то есть, чтобы съездили, да, 3-4 человека. С акцентом на взрослых людей мы делаем. Мы школьников сразу в сторону отодвинули, потому что со школьниками у нас, с советских семьями, все хорошо. Школьники везде у нас ездят, это все отлично, я сам ездил. То есть, мы эту тему не затрагиваем. И мы не брали пока индивидуальных путешественников на машине, мы брали именно групповые автобусные туры, вот, рассчитали экономику, там очень неплохо, потенциал хороший. Ну, вот подход какой должен быть? Основные критерии озвучили. Ну, основные критерии должны быть, значит, сначала, что мы делаем? Мы сначала выписываем все, что можно. Есть в этом районе, например. То есть, мы выписываем природные достопримечательности, просто список вот просто большой, максимальный пока пишем, да? Архитектуру на достопримечательности. Интересны какие-то истории, факты там, связанные легенды, может быть, я не знаю, подземные ходы, ну, что-то такое прямо из ряда вон выходящее. Потом мы обязательно смотрим на предприятия, как пищевые, так и не пищевые, потому что не пищевые, это мастер-класс обязательно должен быть. Это одно дело, ты сходил, например. Просто на производство другое дело, ты сам что-то сделал. Это совершенно разная ситуация. Взрослые, как дети, радуются, там отрывать невозможно. А на пищевых предприятиях, которых тоже немало в области, тоже экскурсия плюс чаепитие, плюс подарки или покупки, это лояльность сразу у клиентов повышается. Пока предприятия не очень понимают выгоды этого дела, но вот один момент. Тратятся годы и миллионы рублей, сотни тысяч у кого-то, кого-то миллионы на продвижение, на воспитание лояльности потребителей. А тут она за часы в экскурсии в одночасье появляется. Просто люди лояльно переходят, меняют продукцию. То есть они раньше потребляли одну марку, а после этой экскурсии начинают потреблять эту марку. И они пока это, ну, как бы счастье, не поняли просто предприятие экскурсии. Вот вы куда ходили на экскурсии? Мы на пищевые не ходили, просто мы выбрали себе маршрут, очень много точек посещения. Но там есть Сладкая Слобода предприятие, очень сильное предприятие Кировской области, оно встречается и в России, я вижу в разных городах, на заправках там лежит нас печенье. Я даже в Казахстане его. Да, это здорово и круто. Но, тем не менее, руководство пока опасается, потому что, считая, что с экскурсами, с этими людьми, в экскурсии придет, значит, конкурент, и все у них там разведают. Ну, слушайте, я был на итальянском предприятии в Липецке, в Индезите. Ну, понятно, нас туда водили, туда не водили, фоткать нельзя. Есть определенное правило, соблюдай, покажи часть производства, и все этого достаточно. Люди пока, вот они боятся, они не понимают тех возможностей, которые им будут доступны после вот такого именно потока экскурсии. Понимаете? То есть, когда за год у них проедет там несколько тысяч человек, и люди сменят приоритеты по продукции, у них же просто продажа вырос. Причем это затраты очень маленькие на экскурсии для предприятий. Так, ну хорошо, ладно. Пищевые предприятия, обязательно экскурсии, мастер-классы, что еще? И вот дальше вот мы набираем вот эти вот наборы, вот этот максимальный список, и мы начинаем смотреть, за день это проехать невозможно. То есть, мы начинаем оценивать в часах, в минутах, сколько надо посещения. И мы начинаем просто окомплектовать туры, по тематике, например. Ну, с музеями надо работать, конечно. С музеями. Отличный музей в Советском районе, прекраснейший, да? Ну, мы попросили, сможете не час, как обычно, а полчаса нам рассказать? Ну, это будет трудно сделать. Я говорю, а сможете нам просто, вот интересны факты пробивни, которые пролежали два года в гараже у частного лица, и каким-то образом здесь оказались. Откуда взялся вот этот интересный пистолет? Они говорят, ну, мы не знаем. Я говорю, ну, в интернете посмотрите хотя бы про него что-то, историю. Сообщите нам интересные факты. Они, да-да-да, приезжаем, короче. Что началось? Начали опять. Площадь Советского района составляет столько тысяч квадратных километров. Все, сразу полгруппу пошла спать на скамейке. То есть, сразу все разберлись по музею. То есть, экскурсия, в принципе, она была сурвана, по сути говоря. Почему? Потому что вот здесь поток информации, его количество вредит качеству. А качество нужно интересное. Семь интересных фактов о Советском районе, а все остальное люди зададут вопросы и сами посмотрят. Вот здесь нам надо меняться, конечно. Это минус. Это точка роста резерва для всех, для нас, включая и для Кирова, в том числе и для Кирова. Ну, хорошо. Вот вы работали в том числе и для клуба маркетологов, да, чтобы съездить самим и все посмотреть и разработать для себя качественный тур. Кто этим должен заниматься в масштабе Кировской области? Это должны делать турагентства, правительства, чиновники. Кто? Турагентства делают слава. Вот, например, есть у нас федеральный оператор, который там заявился, что у него есть тур, например. Ну, который зашел в Кировскую область, это оператор Вастрелил. Я попытался на сайте найти этот тур. Это было просто что-то с чем-то, я не нашел тур на сайте. Алексей, я вчера искала. Я нашла три тура. Это, конечно, рыть надо искать. Понимаете, сложный поиск. Второй момент. Я нашел этот тур на представительстве, топ-тур Киров, все такое. Ну, и что я там читаю? Я читаю там, значит, тексты, описания, никаких картинок, ничего. То есть, как бы, так, конечно, не делается. И там, ну, я скажу, компот. То есть, туда съездить, сюда съездить, нет какой-то тематической красной линии, красной нити, да, которая связывает все. То есть, если мы говорим гости Дымковской игрушки, так, пожалуйста, будьте добры, завезите в пять... Это сейчас модная тема, абсолютно там, не новая, да, добавьте сюда какие-то выполнения интересных заданий, добавьте сюда мастер-класс, все. У вас отлично будет тур, он будет популярен. Что мы читаем на сайте? Скукотищу, которая была раньше. Ну, без обид. Понятно, что людям понравится, но это непривлекательно для принятия решения. То есть, почитая такой текст, люди не будут принимать решения в нужном объеме для того, чтобы посетить Киров с этой целью. Мне еще интересно, сколько должен стоить такой тур, по вашему мнению? Мы к этому вернемся после рекламы, потому что нам сейчас нужно уйти. Я напомню, это особое мнение Алексея Обжерина, руководителя клуба маркетологов Кировской области. Сейчас мы уйдем на рекламу и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня все так же сидит руководитель клуба маркетологов Кировской области Алексей Обжерин, предприниматель, наш постоянный эксперт. Алексей, давайте закончим с вами про туры выходного дня вглубь Кировской области. В первой части программы мы говорили с Алексеем про совет, куда, собственно, ездил сам клуб маркетологов. Попробовать на себе, что называется. Сколько должен стоить, по вашему мнению, вот такой тур выходного дня, чтобы он был популярен? Ну, допустим, среди кировчан. Я пока не беру гостей региона. Мы считали цифры, а не презентации. Я сейчас не очень точно, может быть, навро. Примерно. Тысяча рублей. Тысяча рублей такой тур в район. Тысяча с плюсом, с небольшим, может быть, да. Конечно, там еще будут дополнительные затраты на сувениры, там на еду, возможно. Ну, тысяча. Что входит в эту цену? Это что? Это дорога, трансфер, объект? Пяти объектов обед. Развлекательная программа. Познавательно-развлекательная программа туда и обратно. Это обязательно. Люди должны перезнакомиться, хотя бы частично. Должны как-то активный отдых с пользой, с познаванием провести. Познавательно-развлекательная программа – это движуха в автобусе? Да, потому что мы проводили для себя круто там. То есть, как бы, мы предлагать будем не все, может быть, половинку того, что мы сделали, но очень понравилось. Просто мы не очень… Ну, ехать же в автобусе, ну, два часа, там, три часа, да, тяжело. Вот, поэтому программа, конечно, должна стоить тысячи полторы, ну, не больше. Вот, но меньше тысячи – это уже дотации. То есть, там экономика не пройдет, автобус же надо и так далее, бензин, и так далее. Вот, поэтому тысячи полторы. Не знаю, насколько это будет рынком востребовано, но, мне кажется, сумма все-таки посильна. И получить впечатление, люди будут очень довольны возвращаться. Это гарантия 100%. Ну, хорошо. Вот вы с этой презентацией в феврале, там, будете выходить условно на правительство, на тех, кто отвечает за эту тему. Ну, а дальше-то вы как сами видите развитие? То есть, вы вот эту всю информацию передадите, скажете, вот, смотрите, подходы такие-то мы исследовали, разработали. Дальше, как вы это видите? Дальше, к сожалению или к счастью, мы должны работать уже, ну, пока так, что власти получается. То есть, у нас министерство по развитию туризма все-таки, я считаю, работает очень хорошо. То есть, они очень стараются, они вкладывают очень много усилий, энергии в это направление. И уже туры, ты видишь, разработаны, они действующие. Там, сейчас это начнется, уже второй сезон пойдет по котельничью, по раскопкам там, на этой ногре. Вот, но люди хотят продолжать, потому что у нас таких районов десяток, и они все очень хороши. То есть, Иранск прекраснейший город, красивая архитектура, храмы, филимоновская игрушка. Я не знаю, Масирица, вот их, правда, очень много лет. Это прекраснейшая филимоновская игрушка, если видели ее, она просто поражает своей красотой. Налинск, пожалуйста, там пищевые предприятия, гостиницы на водопаде, там Вихоревский дом. Там люди сами храм восстанавливают по субботам без денег совсем совершенно. Там какие-то были подземные ходы, правда, информация не подтвердилась. Но если бы она подтвердилась, это была бы вообще точка роста для Налинска в плане туризма. Вот, и мы с вами с десяток таких районов перечислим. Просто мы предлагаем, опять же, пошаговую технологию, как сделать так, чтобы уровень туристов на порядок стал выше, это раз. Во-вторых, мы предлагаем немножко все-таки с творческим подходом интересно все сделать. То есть, не просто там банально, там перечисление сухое и так далее, с эмоциями, чтобы все было с эмоциями, красиво, и при этом стоило недорого. Потому что дорогие решения ума много не надо предлагать. А именно предлагать недорогие экономичные решения, от которых эффект гораздо выше, чем нужен на деньги. Ну, то есть, насколько я поняла, вы видите, что правительство дальше само будет этим заниматься? К сожалению или к счастью, без энергии первых лиц это будет маловозможно. Первые лица у нас пока все-таки это власть, потому что, ну, или глава района, или это вот именно Министерство по туризму. Потому что отдавать бизнесу пока что-то как-то, вот я смотрю, что на сайтах делается, пишут очень скучно все эти перечисления туров, не знаю, пока так нельзя продавать. Хотя, конечно, лучше бы это бизнес занимался этим делом, но как регулировать вопрос, каким образом направлять, чтобы все правильно было, чтобы как-то это все, чтобы регион выигрывал. Нужна же какая-то объединяющая рука. Поэтому все-таки власть, наверное, это имеет. Это лучше, потому что там профессионалы, там люди молодые, значит, они очень, скажем так, энергичные, очень умные, толковые, адаптативные. Поэтому я считаю, что нормально все будет. Ну вот, насколько я знаю, вы достаточно эффективно сотрудничаете с правительством по проекту «Покупай Вятское». То есть это деньги Департамента развития, ой, Министерства. Министерство. Никак не могу привыкнуть. Деньги Министерства развития предпринимательства, идеи ваши, исследования ваши, и вы с ними достаточно эффективно сотрудничаете. Может быть, по турам выходного дня в районы вы видите какой-то подобный проект? Да, именно так можно будет помогать, потому что профессиональная рука тоже нужна. Эксперты тоже должны участвовать в этих процессах, ну хотя бы в следующем режиме, консультативном, там, я не знаю, там, вспомогательном. Ну что, сейчас мы и пытаемся делать, по сути говоря. Ну хорошо, ладно, с турами выходного дня предлагаю закончить. Что сейчас происходит с дымкой у вас? Дымка, все нормально, зима. А что такое зима? Зимой происходит невидимая работа. Значит, в прошлом году мы поздновато начали, где-то ближе к маю, поняли, что надо пораньше. Где-то с февраля, с марта начнется невидимая работа. У нас есть интересное решение по наавиатскому району, у нас есть интересное решение по общественному транспорту, у нас есть интересное решение по пока небольшим арт-объектам, потому что все равно мы прием с отсутствием денег. Скорее всего, у спонсоров и у других заинтересованных лиц. И, наверное, будем просто помалу двигаться вперед в этом году. Загадать пока не буду, но люди есть, хотят и бизнес, хотят выделять деньги, спрашивают даже и так далее. То есть желающие есть. Просто надо выделять время и энергию на общение с ними и идти вперед. Вот этим будем заниматься. Постараемся с февраля по мая подготовить несколько объектов в плане уже дизайна и утверждения. И с мая начнем реализацию, чтобы именно выиграть время. То есть в предстоящем сезоне, я имею в виду предстоящим летом, вы планируете раскрасить еще несколько объектов? Да, если получится все, то загадывать не будем, но планируем. А какое логическое развитие этого проекта? Ну, согласитесь, даже полгорода ведь не раскрасишь. Ну, мы говорили, когда 30 домов, эта цифра была взята на берегу 3 года назад. Тут я сидел, просчитывал, примерно так и получается. То есть достаточно покрасить 30 домов, это, по сути, с одной стороны капля в море, с другой стороны нам не надо весь этот город красить, это не нужно. Но 30 домов в нужных местах отвлекут внимание от трущевок, скажем так, от трущевок, от коробок вот этих, вот там, где невозможно ничего предпринять. Мы же не говорим про историческую зону, мы говорим про ворота в город, про въезды в город. Ты въезжаешь в город со стороны аэропорта, что ты видишь? Корпуса, заводов, пароходов, заборы и так далее, там ничего нет. Напись Киров, раскрашенный напись Киров, я вижу. Это был первый объект, и люди действительно там и свадьбы приезжают, и невесты собираются, и велосипедисты любят и так далее. То есть, как бы, объект стал популярным в народе, скажем так. Хотя, что там особенного? Покрасили нижнюю часть постамента Киров, да, сделали, там буквально 4 кружочка нарисовали. Но как люди тепло восприняли этот объект? Он был первый, он очень живучий. И сейчас очень многие наватарки используют его в соцсетях. То и дело видишь эти буквы Киров, там, тут и здесь. Ну, так, хорошо. Там 30 домов со въездами в город, вы что-то планируете? Да, на въезды в город в идеале бы поставить большие дымковские фигуры. Проект очень дорогой и сложный, потому что высота фигур 10 метров. Это железобетонное сооружение. Либо, может быть, по проекту Калужской области, у них есть Бериндеево царство, у них какая-то технология именно вот больших фигур сказочных. Она наливная, какая-то цветная фигура, там у них домики стоят. Надо как-то связаться, может быть, по линии министерства попросим связаться с ними, узнать подрядчика, сколько же стоит, может, там это все будет дешевле. Потому что въезды в город, мы тут очень наткнулись на интересный момент, когда готовили посоветскую презентацию, мы сделали экономичное решение по стелле с применением кукарского кружева. То есть это вообще интересное решение, пока сохраню интригу, те, кто придут на презентацию, увидят. Оно очень здорово смотрится, причем стоит недорого. Я так думаю, что никаких-то сумасшедших денег там речь не пойдет. И мы посмотрели и подумали, что у многих наших районных центров, в точле и у Кирова, есть большой потенциал по въездным столам. То есть можно, только грамотно это надо сделать, тонко здесь. Потому что мы с дизайнером даже по кукарскому кружеву работали, не сразу поняли друг друга, не сразу нашли общий язык. То есть сначала так получалось, ну, скажем, не очень. Сейчас вроде бы нам нравится. Поэтому я вот проехал много городов по России, я, конечно, и всю Россию объездил, но я посмотрел стеллы у всех ужасных. В лучшем случае они там, ну, они все там, скажем так, промышленного какого-то характера все. Но они все одинаковые. В этом случае мы смогли бы выделиться конкретно, потому что это сразу гостеприимство. Сразу, что ты видишь на везде город, Советск, Киров, там, Иранск. В каждом городе можно сделать, недорого, и очень будет в стиле. Это будет привязка именно к населению, к тому городу, у которого стоило. То есть там свой какой-то объект такой будет. То есть шла речь, вот, допустим, в Орлове шахту, эту фигуру поставить, может быть, котельничьи, динозавры. Но тут надо, чтобы это выглядело стильно, хорошо, классно, чтобы людям это нравилось. Вот поэтому на берегу работа нужна, с привлечением, в том числе экспертов. Ну, не поубьюсь этого слова. То есть мы готовы там помогать, подсказывать, как это лучше сделать. Слушайте, а вот как вы относитесь к выставкам в плане продвижения региона и в плане продвижения предприятий региона? Выставки – это очень хорошая форма продвижения, потому что нет ничего лучше, чем личный контакт. Какую бы рекламу ты хорошую ни сделал, личный контакт может, ну, просто ее очень эффективность может быть гораздо выше. У нас вот свежая новость. Вот на этой неделе правительство 8 раз увеличило расходы на выставки. Это, собственно, связано с необходимостью расширения рынков сбыта продукции местных производителей. Возят в другие регионы наших производителей, в том числе в рамках дней Кировской области, там, в Нижнем Новгороде, в Уфе, Екатеринбурге, Коми и так далее. Вот вы считаете реально полезными такие поездки? Я считаю реально полезными, потому что здесь, получается, надо, конечно, мониторить эффективность, смотреть, сколько результативно было встреч и контактов, и договоры заключены, но при этом считаю, что если не ездить никуда, то сам-то покупатель сюда не придет. Надо действительно ездить, поезжать, общаться, разговаривать. У нас очень сильная пищевка, ее москвичи и Коми очень любят, люди даже без всякой рекламы, они понимают, что Вятская пищевка – самая лучшая там в мире, грубо говоря, то есть они, правда, поражались в этом. Почему в других регионах этого тоже не делать? Тем более, что нам сейчас эффект Вятской Аквасы очень сильно должен помогать. Тут, что скрывать, как бы, это, конечно, очень сильно поспорить сейчас в данный момент. Потому что Вятская на слуху сейчас, слово Вятская сама на слуху, и надо, конечно, толкать, надо толкать дальше. И вот эти выставки – это лучше всего, потому что на рекламу никаких денег не написешься. Что такое рекламу дать каждому конкретному регионе, это большие деньги. Выставка лучше всего. Это за единицу времени ты можешь, ну, договоры все нужно заключить и так далее. А на местном уровне для местных жителей патриотизм, экскурсии. Вот у нас сейчас был ролик в конце года. Мы делали ставку «Хочешь, чтобы у нас были лучше дороги и там больше садиков, да? Покупай больше Вятских продуктов». Условно говоря, сделали такой подход. Потому что это правда. Берите местное, где налоги будут бежать в нашем. А берем привозное, налоги уходят туда. Это так есть, надо понимать. А, кстати, по поводу «Покупай Вятское». Вот где гарантия, да, что в соседних регионах нет проектов там? «Покупай Уфимское», «Покупай Татарское» и так далее. Как нашим производителям вот там работать? Для Кировского снижения вопрос решили. Мы обосновали, почему покупать Вятское. Потому что это продукты ближе, потому что у них меньше химии или там вообще... Да, для соседей. А для соседей у нас не было такой задачи. Эта задача труднее. Здесь нам поможет эффект Вятского класса в данный момент. А в остальном надо также думать, смотреть, изучать. То есть это тоже пошаговая технология. Сейчас не скажу, что именно у нас делать. Но программы, у всех, скажу, они слабые. Почему? Потому что, помните, у нас была 4 года назад. Просто «Покупай Вятское». Она не побуждает ничего делать. Поэтому здесь у нас уже, ну скажем, мускул есть, так скажем. То есть мы уже знаем, как это продвигать. Если на то будет поставлена задача, поможем это сделать. Я предлагаю на этом закончить, потому что время у нас, к сожалению, вышло. Это было особое мнение руководителя клуба маркетологов Кировской области Алексея Обжерина. Я благодарю вас за эфир. Спасибо. Спасибо большое. Эфир на вас свела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. До свидания. Продолжение следует.